Приветствую вас, и для начала давайте ответим на вопрос вот какой. Что вы хотите получить, чего вы хотите добиться своим открытием ему? Вот вы откроетесь, а что дальше? Если вы будете рассчитывать на то, что молодой человек бросил свою девушку ради вас, если вы рассчитываете на то, что он ждет того, пока вы признаетесь ему в чувствах, если вы даже сами готовы уйти от мужчины своего, с которым вы сейчас встречаете, то все это будет слишком неозеленным, и чтобы проходило на правду. Видите ли, такой серьезный поступок требует определенного подкрепления, то есть нужно, чтобы вы сперва для себя решили. Раз я хочу признаться мужчине в чувствах, значит, чувств к тому человеку, с которым я сейчас встречаюсь, у меня нет. Это означает, что отношения с ним ни к чему не приведут. Вопрос, а для чего я тогда с ним встречаюсь? Какие у меня потребности и почему я позволяю себе встречаться с тем, кому у меня нет чувств? Сначала предлагаю вам разобрать этот момент. Далее, если вы успешно с этим справитесь, то тогда нужно от мужчины уходить, показать тому парню, о котором вы пишете, что вы свободны, тем самым дать ему понять, что вы готовы к отношениям с ним, но не глазки. И если он испытывает к вам взаимную симпатию, а только в этом случае имеет смысл признаваться, потому что, ведь вы хотите отношения с ним, в этом случае только лишь стоит это сделать. Только в том случае, если он сам выразит свое желание быть с вами близким, то есть сблизиться. Но уходить от своего настоящего мужчины вам нужно в любом случае просто для себя. То есть нужно понимать, что если вы расстаетесь со своим настоящим молодым человеком, который у вас сейчас, то вы делаете это не ради того парня другого, а ради себя. Потому что эти отношения ни к чему, еще раз повторю, хорошему не приведут. И вот при этих условиях и при вашем ожидании имеет смысл открыться. Но сперва лучше всего соблюсти все вот эти вот условия и только потом у нее решить, стоит или не стоит открываться ему. Если вы хотите это сделать просто для того, чтобы быть с ним честным, то данное поведение, конечно же весьма и весьма отважно. Оно самоотверженно, оно рискованно, оно граничит с некоторым эгоизмом, то есть о ключевом мужчине, признать о ваших чувствах, если и вы не одна, и он не свободен. Для чего? Но если вы хотите, это ваш выбор. Это ваше право признаться ему в своих чувствах, признаться ему в том, что вы ощущаете по отношению к нему. Если вы ничего не ожидаете в ответ, если вы ничего не хотите, то можете бы просто сказать ему, что, дорогой, я хочу быть с тобой честным, а у меня вот к тебе есть определенные чувства. Я это говорю для того, чтобы между нами не было никаких секретов. Допустим, я ничего от тебя не прошу, ничего не жду, просто хочу тебе высказаться, не хочу ничего скрывать. В этой ситуации, конечно же, и в этом случае, вы можете и имеете полное право ему открыться, но это не отменяет самого главного вопроса, а для чего вы хотите ему открыться? Для чего? Какую цель вы себе сами рисуете? И что ожидаете от этого поступка? Если ожидания ваши слишком велики, то вполне может быть разочарование, а разочарование может обернуться для вас сомнением в себе, появлением различных негативных моментов в вашей жизни. Может быть дальше разрушением имеющихся отношений на данный момент. Чтобы этого всего не было, для начала, прежде чем решать, открываться ему или нет, постарайтесь определить для себя смысл, мотивы и цели такого поступка. Если сложно это сделать в одиночку, выберите эксперта и проработайте с ним этот вопрос. Вместе вы обязательно разберете данную ситуацию и продумаете возможные варианты решения проблемы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.